всем привет вы на канале set life здесь я рассказываю вам о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии и не так давно я начал знакомить вас с выдающимися личностями в индустрии мировой тяжелой музыки среди них были ролики урок музыкантах с высшим образованием и три ролика о девушках в металле и вот я заметил какую закономерность даже скорее особенность youtube пестрит роликами в духе лучшие гитаристы мира топ-10 лучших гитаристов мира лучшие барабанщики бас-гитаристы вокалисты мира но почему-то обделили клавишников я сам музыкант играю на клавишных уже более 10 лет музыкальное образование у меня правда несколько под другому инструменту но в музыке я с 94 года но сейчас не об этом мне всегда нравились команды где есть клавишные так как этот инструмент создает особенную атмосферу в звучании композиций придает особенный колорит своими партиями и благодаря клавишными и благодаря клавишными есть какой-то своеобразный мелодизм и инструментальная часть кажется насыщенной ну и собственно буквально 3-4 дня назад я задумался они сделать ли мне материал о моих любимых музыкантах клавишников для меня это стало очень интересно и я бы хотел поделиться с вами дорогие зрители тем что я нашел про их жизнь как и в прошлых видеороликах я использую материалы как с русскоязычных сайтов так и из англоязычных здесь же профили на фейсбуке и на твиттере но учитывая тот факт что сейчас очень развита этот цитадель современного пафосного тщеславия под названием instagram то фото материала стало еще больше но несмотря на все обилие информации не всегда удается вычеркнуть достаточно так что извините если некоторым если о некоторых музыкантах материала будет крайне мало я не разделял их по местам типа кто-то лучше кто-то хуже для меня они все самые лучшие здесь будут музыканты разных под стилей металла от мелодичного пауэр металла до симфонического блэк металла в основном это скандинавы но будут и европейцы еще один момент также будут музыканты которые когда-то играли в той или иной группе но покинули коллектив по личным мотивам или группа просто прикладки просто прекратила свою деятельность и так топ 14 клавишников в зарубежной металл музыки поехали сантери калио 45 лет хельсинги финляндия финский музыкант клавишник группы а морфис с 1999 года и по сей день записал с группой 9 альбомов и по моему мнению это самые классные альбомы группы до а морфис был клавишником глубь группы курия с которой записал три альбома и 1 и пи я три раза пытался попасть на концерт группы а морфис но пока видать звезды не благоволят мне их увидеть от одного концерта даже билет остался но я так на него и не попал по независим от меня причинам у сантери мне всегда нравились партии клавишных своим мелодизмом и особенностью построения касательно инструмента один из его многочисленных клавишных это легендарный north wave а другой north электро 5 информация по личной жизни отсутствует а 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 к клейманс вайджерц он же ардек 37 лет нидерланды клавишник симфа-блек металл группы карах ангрен с 2003 года и по сей день является на данный момент одним из двух участников коллектива записал с группой 5 полноформатных альбомов 6 выходит кстати 29 мая 2020 года Чем мне запомнился этот музыкант? Это скорее не только эпатажным образом на сцене, а больше реальной сложностью и насыщенностью клавишных и оркестровых партий. Звучание у группы очень особенное и разного рода аранжировки очень интересные. Также у Ардека сольный проект, но я его пока еще не успел прослушать. Полноформатного альбома пока у него нет, зато 5 синглов и 2 мини-альбома. По личной жизни не могу дать точного ответа. По фотографиям в инстаграм он с одной и той же девушкой, возможно супруга. Спектр. Он же Патрик Кумур, 37 лет, Бензин, Польша. Польский певец, композитор, пианист и музыкальный продюсер. Его творчество скорее можно разделить на раннее, это металл, и на позднее, это поп-музыка. Являлся клавишником симфо-дарк-метал группы Дарзамат с 2004 по 2009 года. Записал с группой 3 альбома. Очень мне нравится музыка группы Дарзамат, благодаря клавишным Патрика и вокалу Агнешки. С 2010 года Патрик покинул группу и метал-сцену, уйдя в поп-индустрию и одновременно сольное плавание. Песенки у него такие прикольные, молодежные. Сколько искал инфу про личную жизнь, толком ничего нету. Зато фото с одного тока инстаграма километр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мустис. Настоящее имя Эйвинг Йохан Мустапарта. 40 лет, Берун, Норвегия. Норвежский музыкант Клавишник начал заниматься музыкой с 8 лет. В 16 играл в группе, которую организовали его друзья. Группа собиралась в гараже ради развлечения. Первый корк появился у него в 18 лет. Но широкому кругу музыкальных слушателей он известен своим участием в группе Диму Боргер с 1998 по 2009 год, сменив Кимберли Госс. При этом собственная пианистическая техника, а Мустис получил музыкальное образование, позволила ему значительно расширить роль клавишных в звучании группы. Его соло стало визитной карточкой Диму Боргер. Список студийных альбомов Мустиса включает в себя 5. 31 августа 2009 года было официально объявлено, что Мустис вместе с басистом Вортексом покинули Диму Боргер. Причиной послужили разногласия между членами группы, в частности, лидер Диму Боргер Шаграт утверждал, что оба музыканта значительно снизили свой профессиональный уровень. Также у них были серьезные проблемы с алкоголем. Для меня Мустис, наряду с клавишником Найтвиш и Чилдронов Бодом, остается в одном ряду среди самых талантливых композиторов и клавишников в мире. Информации о личной жизни отсутствует. Артур Мейнхилд, он же Тюр, Телесе Дания. Клавишник датской мелодик блэк метал группы Илнат с 1998 по 2008. После появлялся только в роли концертного клавишника в 2011 году. В 2013, после ухода сначала вокалиста Нарайшифта и гитариста Питера Фалька, группа прекращает свое существование. Артур записал именно те два самых крутых альбома в составе группы. Что мне реально зацепило в его игре, это интересное построение партии и техника быстрой игры, которая сравнима лишь, наверное, с клавишником Dragonforce. Живет в населенном пункте Нерун, что в Копенгагене. Информацию о возрасте и о личной жизни найти не удалось. Пятую строчку у нас занимает Мартин Пауэлл, 46 лет, Шеффилд, Великобритания. Не мог я обойти стороной и этого музыканта, про которого, наверное, большинство уже забыли. Британский клавишник и скрипач, известный своим сотрудничеством с группами Анафема, My Dying Bright, Cradle of Field. Имеет ученую степень, правда не указывается в какой сфере. Для меня он, конечно же, запомнился больше как клавишник Cradle of Field в период с 2000 по 2005, подарив нам три замечательных альбома в составе группы. Группа записала Midian. В следующем году группа VV выпустила свой переходный мини-альбом Byterside Estusukubi. В 2003 году они выпустили грандиозный альбом Damn National and A Day с помощью оркестра из 40 человек, для которого Пауэлл написал партитуру. Из интервью музыканта. Моя склонность к выпивке перерастала в алкоголизм, который забирал все заработанные деньги. Я был вынужден пойти на улицу, где продавал открывашки для пива. Затем я играл на клавишной в группе под названием Анафема. В Cradle of Field я попал благодаря своему энтузиазму. Я как будто заново родился. Группа помогла мне оставить улицу. Так же как и про предыдущих, ничего плохого не могу сказать про данного человека. Отличный музыкант, разностороннее мышление в плане написания партий. Его творчество мне знакомо, правда только в рамках одной группы. Кое-что у нас похожее. Он скрипач, я скрипач. Он клавишник, я клавишник. Он играл в симфо-блэк-метал группе и я играю в такой же. О личной жизни информации ноль. Ханс Вольф, Мюнхен, Германия. Дата рождения 31 мая, год неизвестен. Бессменный участник симфо-дум-метал группы Хагард с 1994 и по сей день. Поистине выдающийся музыкант, играет на клавишных, на пианино, на органе и на клавесине. Его партии просто завораживают, а профессионализм и владение инструментом дают мощный стимул изучать клавишные инструменты. Я просто обожаю группу Хагард, надеюсь, что когда-нибудь попаду на их концерт и увижу Ханса вживую. Я общался с ним по фейсбуку. Дядька очень позитивный, открытый и тактичный. Закончил мюнхенскую школу музыки и танца. Информации о семье найти не удалось. Закончил мюнхенская школа